В Молдове появился прецедент. Впервые один из участников избирательной гонки объявил о снятии своей кандидатуры в пользу другого кандидата. Андрей Нестасы заявил, что таким образом он не просто поддержал Майю Санду, он спас протестный правый электорат. И теперь его голос будет услышан, а шансы на второй тур существенно возросли. Впрочем, этот поступок лидера платформы «Да!» поняли и поддержали далеко не все. Некоторые убеждены, что это скорее проявление слабости, а не силы. И политическая судьба Нестасы весьма незавидна. Так ли все на самом деле? А главное, как этот поступок скажется на результатах выборов, вопросы, которые задают сегодня многие. И разобраться в этом – дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях политический обозреватель Валерий Васталеб. Здравствуйте. Добрый вечер. Человек, который считает, что этот поступок означает конец политической карьеры Андрея Нестасы. Ну и, конечно, защищать его позицию будет и вице-председатель платформы «Да!» Александр Слуцарь. И вам здравствуйте. Добрый вечер. Вначале послушаю вас. Ваши аргументы в пользу того, что Андрей Нестасы уступил. Тут я не знаю, если нужно приводить аргументы. Потому что это был очень сложный процесс. Это был полугодовой диалог. Мы 4 марта 2016 года, когда было это сомнительного качества, конечно, решения Конституционного суда о возврате к прямым президентским выборам, мы имели возможность выбора. Как бы была большая заслуга в том, что людям вернули право избирать президента прямым голосованием. Большая заслуга платформы, потому что мы на этом давно настаивали. Мы собирали подписи. Мы собрали рекордное количество подписей 400 тысяч. В принципе, 4 марта была развилка. Можно было выйти и сказать, мы достигли этого, это наша заслуга. Мы идем на президентские выборы, и нас ничего не интересует. Но, опять же, это было бы, наверное, верно в нормальной стране, в нормальном государстве. А не в условиях захваченного государства, когда, в принципе, все было захвачено к тому моменту. И как бы выборы президента давали определенный шанс, серьезный шанс, что если президентура перейдет в руки человека, независимого от Плохотнюка, то тогда есть шанс начать демонтаж этого режима. Поэтому тогда, 4 марта, Андрей Анастасий заявил, что он призывает все оппозиционные силы, в том числе и правые, и левые, антиолигархические, по примеру, Югославии 2000 года, сесть за стол переговоров и постараться выдвинуть единого кандидата от всей оппозиции антиолигархической, который выиграет в первом туре, не дать шансов Плохотнюку, даже в условиях захваченного государства, а мы уже прекрасно знали, как работают механизмы избирательные в захваченном государстве, выиграть эти выборы и потом в ближайшие сроки распустить парламент для того, чтобы прошли честные и свободные выборы. Ну, тогда реакция была, к сожалению, характерная для реакции всех наших политиков за предыдущие 25 лет. Левые сказали, Додон сказал, что это утопия, Майя Санду и Юрия Лянко сказали, что они с Додонами Усатым могут сесть только выпить кофе, и, к сожалению, эта идея на широком круге, скажем так, на большой антиолигархический фронт умерла. Давай теперь к Кузскому кругу. Тогда оставался, Додон сказал, что он будет выдвигаться сразу. Усатый подумал, подумал, в принципе, он изначально, эта идея ему нравилась, но, видимо, он увидел, как отреагировал Додон, сказал, мы тоже будем иметь своего кандидата. Мы остались дискутировать с тремя другими партиями, ПВДМ, Европейская партия и ПАС Майя Санду. Вот. Дискуссия шла очень долго, потом по щелчку Плохотнюка Лянко вышел из этой дискуссии, там, в принципе, он в ней и не участвовал с самого начала, остались втроем. Это была тяжелая, еще раз говорю, это была тяжелая дискуссия, где один партнер настаивал только на сандажах. Сандаж, сандаж, сандаж. Несмотря на то, что был ряд других механизмов, которые мы обсуждали, мы предлагали. Потом, когда даже эти механизмы было невозможно применить из-за цейтноты времени, мы предложили другие технологические методы. К сожалению, все было отвергнуто и настаивали именно на опросах. На каком-то этапе, уже когда мы оказались в начале октября, когда уже компания, фактически мы были в цейтноте, у нас оставалось два выбора. Или идти параллельно и с большими рисками, потому что мы уже видели все открытые и закрытые опросы. Мы видели, как работает административный ресурс. Мы знали, что все есть медийные и финансовые ресурсы, сосредоточенные в руках Плохотнюка. Мы видели, что нам пытаются нарисовать. И очень хотел Плохотнюк, чтобы мы шли параллельно, для того, чтобы вытащить Марьяна Ильича во второй тур любой ценой. Это был один путь. И второй путь мы должны были уступить, учитывая, что та сторона, а именно Майя Санду, настаивала именно на опросах. Первый опрос показал, несмотря на то, что несколько опросов, проведенных, скажем так, молдавскими службами, по заказу молдавских служб, показали высокий тренд для Андрея Анастасии, но был сандаж, проведенный по заказу Американского института, республиканского, потом был сандаж Конорда Аденаура. Там во втором туре в рамках статистической погрешности показывала преимущество Майя Санду. Она сказала, что этот опрос является основным механизмом. И в этих условиях... И вы поверили. Вы решили... Причем тут верить, не верить. Можно верить в эти сандажи, можно не верить. Я, например, не верую, и вся платформа не верит. Но нужно было выбирать. Или интересы партии, интересы политика Андрея Анастасии на сегодняшний день, или интересы страны. Потому что, когда ты ставишь приоритеты, рассматриваешь приоритеты, основным приоритетом является то, что нужно спасать это государство, которое добивает режим Плохотнюка. Если Мариан Ильич не выйдет во второй тур, то это будет очень жестокий удар по этому режиму. Это ставит под большие вопросы легитимность этой власти. И мы можем снова запускать механизм требования досрочных парламентских выборов. Поняла, спасибо. Господин Асталеп, может быть, вот все дело гораздо проще. Вот смотрите, есть одно пояснение, почему они так поступили. Майя Санду планирует, да, они планируют, что она станет президентом, будет красивенько занимать эту должность, сидеть в красивом кресле. А вот вдруг, значит, им удастся добиться досрочных выборов. И тогда понадобится Андрея Анастасия, который будет ездить по деревням, который будет за это агитировать. И потом у него, возможно, тоже будет какая-нибудь должность. То есть люди распределили заранее нужность и необходимость всех кандидатов. Может такое быть? В теории это может быть. А на практике я, конечно, не верю, потому что господин Анастас слишком практичный человек, чтобы не делать и свою игру, и одновременно не понимать и шанс госпожи Санду. Я убежден, что в глубине души он ей, конечно же, желает успеха, но он тоже смотрит на какие-то опросы, не только международных организаций. Поэтому я думаю, что если такая договоренность, может быть, на словах она где-то и существует, на словах, но на практике вряд ли она реализуема. Больше лично для меня похоже на картину, что господин Анастас понимает, что маловато шансов у госпожи Санду, но так как это решение было принято под нажимом, у него ничего другого не остается, как, в принципе, вернуться, как он считает, после выборов уже к самостоятельной политической борьбе, как вы правильно говорите, к парламентским. Но, к сожалению, для меня, я думаю, что он мало понимает тогда в политике, потому что этот ход с его стороны будет иметь лично для него и для его сторонников очень плохой эффект и плохой результат. Господин Анастас говорит о внешнем давлении, что все-таки на господина Анастаса надавили. Я знаю, что он написал в своем комментарии, что он хочет видеть, значит, кто бы на него посмел надавить, но, тем не менее, есть общее мнение, что надавили как раз американцы или некоторые представители западных организаций. Что вы про это скажете? Я этого давления не ощущал вообще. Были сложные переговоры с Майю Санду и с Паводома. Переговоры, я еще раз подчеркиваю, были очень сложные. Никакого внешнего фактора я в них не видел. Если у них были какие-то договоренности с партнерами внешними, возможно, я не могу отрицать, подтвердить это. На нас, в принципе, давить бесполезно. У нас такая команда собралась, которая родилась на площади, которая откинула во многом геополитику. У нас в команде есть и унионисты, и государственники, и мы очень хорошо ладим друг с другом. И у нас сейчас задача освободить государство и провести внутренние реформы. Это первично. Поэтому любые попытки давления, они, с моей точки зрения, невозможны на нас. Что касается будущего. Ну что ж, давайте посмотрим. Мне кажется, что за 25 лет в политике мы мыслили примерно такими категориями, о которых говорил господин Асталет. Что когда вставал вопрос определенного выбора, даже тяжелого, всегда политики шли в лучшем случае, они думали про интересы своей партии. А в худшем случае руководствовали вообще своими личными интересами. Мы впервые за 25 лет в ситуации, еще раз повторяю, когда не было ни одного аргумента сниматься с выборов, когда это решение было очень тяжелым для наших активистов, для наших структур. Но в той ситуации, когда нужно было выбирать между Лупу во втором туре и недопущением его туда, даже ценой снятия с гонки, мы выбрали интересы страны. Оценит ли страна это? Сможем ли мы дальше вести? Я думаю, что в ближайший месяц все будет понятно. И тут я могу согласиться с господином Асталепом. Эмпирическим путем мы увидим, как оценила страна и посмотрим, какие будут результаты выборов. В любом случае мы из борьбы не выйдем. Действительно, наша одна из основных задач. У нас есть пять приоритетов нашей президентской программы, которую мы передали. Майя Санду пообещала вам, что она будет притворять жизнь. Одно из них – это досрочные парламентские выборы. Этот парламент как можно быстрее должен быть распрощен. Мы вернемся к этому, потому что сегодня дал большое интервью первый вице-председатель демократической партии Влад Плохотнюк, и он говорил в том числе и о Майя Санду. Но мне кажется, что вот это решение господина Анастаса еще могло иметь, я не знаю, больше, наверное, положительных каких-то откликов, если бы была четкая уверенность, что ваш электорат проголосует за Майя Санду. Вот положа руку на сердце, вы уверены в том, что ваши люди ее поддержат? Те, кто за вас проголосовал. Людмила, но мы должны исходить из той реальности, какая есть. Понятно, что… Нет, мы должны исходить из многих вещей. Из многих вещей давайте смотреть, опять же, альтернативы. У нас по разным вопросам от 15 до 20%. Дать сейчас голову на отсечение, что все из них придут на выборы и проголосуют за Майя Санду, конечно, я не могу. Но, опять же, учитывая, где позиционируется больше наш электорат, центр, юг, можно сделать определенные арифметические расчеты и подсчитать, что из 15-20% как минимум 10% а может быть и больше, точно пойдут и проголосуют за Майю Санду. И самое главное, а какая альтернатива? Хорошо, мы бы не сделали этого шага. Мы уже знали, какие были планы в Глобале. Там очень-очень надеялись именно на то решение, что мы пойдем параллельно. И там уже вот эти все опросы, они на это и рассчитаны были. Идея была в том, что вот сейчас рейтинг, пишем Настасе 14, Майя Санду 13, Лупу 12. Они идут параллельно, потом нажимаем административным ресурсом, мобилизуем все, что можем, чуть-чуть подтасуем, тут им надо чуть-чуть было подтасовать, и выйдет 31 октября мы проснемся с Марианом Лупу, которая имеет 16%, Майя Санду ей нарисует 15%, Андрея Анастасия 14%. И все, Мариан Ильич во втором туре, а эти два политика, которые полгода вели переговоры, и когда Андрей Анастасий дал слово политика, что он не допустит того, что мы пойдем параллельно, их полная вина в том, что Лупу во втором туре. Вот какая у нас была альтернатива. Вы знаете, господин Волницкий, например, вы знаете, Вы читали его высказывание, как раз он ставит под сомнение, что электорат пойдет голосовать массово за Майя Санду. Он говорит как раз о кандидатуре господина Чубашенко, так? Людмила, я думаю, что наш электорат, мы так рассматриваем, понятно, что какая-то часть электората может проголосовать за Чубашенко как за антисистемного протестного кандидата, но все-таки большая часть, наверное, проголосует за Майю Санду. В любом случае, 10% плюс к Майю Санду, это уже достаточно для того, чтобы Лупу не попал во второй тур. И фальсифицировать нужно, давайте посчитаем, 1% голосов фальсификации, это примерно 15-16 тысяч. 1-2% сфальсифицировать, учитывая количество бюллетеней, которые у них есть, это где-то 30 тысяч. Чтобы фальсифицировать 10%, это нужно уже примерно 150-160 тысяч. Это не просто даже для Плохотнюка. Почему говорит о 10%? Вы как разделяете такие взгляды, такие цифры? Господин Сусарь честный человек, я не хочу ставить его в неудобное положение, но мы здесь собрались, чтобы кокетничать. Я уверен, что если я спрошу господина Сусаря, считает ли он, что Майя Санду более мощный лидер, чем господин Анастаса, конечно же, ответить нет. Он так не считает. Не считает. И, скорее всего, большинство членов партии, членов команды, они тоже не считают так. Но если вы пытаетесь, не вы лично, а этим ходом, вы пытаетесь придать этому якобы вид тактического хода, то одновременно, я говорю просто, как я равноудален. Я совершенно в данном случае объективный и сторонний наблюдатель. У меня никакого интереса не там, нигде нет. Этим ходом вы мало уже чем отличаетесь от других политиков, которые поступают неискренне ради тактики на момент. Потому что вы не считаете, что она сильнее, несмотря на это вы поднимаете руку и даете ей больше шансов, чем своему лидеру. Вы не считаете, что она более популярна, чем ваша партия. И это объективно, она не может быть более популярной. Это нонсенс. И вы все равно большее присоединяется к малому. У вас больше ресурсов, у вас больше сил. Потому что в той партии, уж более неудобно вопросу, чем спросить кого-либо, назовите три имени из партии Майя Санду, вообще никто не знает. Может быть, даже она. И вот эти три аргумента, они делают ваш так называемый тактический ход совершенно похожим на все другие финты, которые выделывают политики. И вы, может быть, не осознаете, но люди, которые равноудаленно, не фанатично смотрят, это мне выгодно, это нет, а которые равноудаленно рассматривают политическую картину, вы себе этим ходом, вы, наверное, думаете, что возможно, и надеете, что каким-то образом, потому что тут Людмила совершенно права, тут 2 плюс 2, никак 4 не получится, вот конкретно в этой ситуации. Не то, что все ваши, никто, все ваши партии, никто не в состоянии оценить. Ну, выйдет господин Анастасий, хотя, с моей точки зрения, уже довольно сильно пострадал морально, то, что он говорит, уже не соотносится с делом. Вот я бы, например, будучи членом вашей партии, я бы сказал, ну, ты погоди уже после произошедшего к чему-то нас призывать, а то у тебя не поймешь, утром одно, а вечером другое. Потому что я объясняю, лидер – это точное соотношение слов и дела. Если ты ввязался в борьбу, ты идешь до конца, а не начинаешь вилять, неважно, по какому принципу, тактике, стратегии, я временно вышел, я вышел покурить, так не получится. Лидер – это тот, кто ведет команду от начала и до конца. Господин Анастасий этим ходом, пусть вы придали ему, так сказать, характер коллективного, трудного решения, он отошел от статуса лидера. Он позволил показать, что есть более сильный политик, чем он. Это в данном случае Санду. И поэтому, если даже он выйдет, и вы или все вместе, и скажете, вот все, кто нас поддерживает, проголосуйте за нее, как мы с вами только три, я могу десять нарисовать аргументов. Ну, большинство, я думаю, ну, тут я, конечно, спекулирую, но думаю, что ваши сторонники не проголосуют. Если бы они хотели за Майю Санду, они бы вступили в ее партию. Если бы они ее видели, не надо было, чтобы для этого вы приходили, но они поддерживали вас, а не кого-то нового испеченного. И объясняется это тем, что ваш электорат считается более таким, знаете, действительно протестным, и ваш электорат, он очень четко направлен на свержение власти. Хороший вопрос, почему вы так уверены, что Майя Санду будет бороться с олигархической властью? Давайте я все-таки отвечу сначала на реплику господина Асталепа насчет слова. По поводу Анастасии святое дело. Нет, просто есть тут небольшое передергивание. Анастасии, я уже об этом говорил, 4 марта он говорил про единого кандидата. Потом он неоднократно заявлял, что мы должны вытащить единого кандидата, пусть даже из узкого круга, если не получилось, югославского варианта. Он несколько раз давал публично слово, что он не допустит, чтобы мы шли параллельно. Потому что это льет на руку, льет воду на мельницу Плохотнюка и не только Плохотнюка. И я здесь не вижу расхождения слова и дела. Наоборот, я вижу политика, которая за 25 лет, дав это слово, имея, я согласен, очень непростые переговоры, и, наверное, если бы мы второй раз это сделали, мы бы, наверное, так бы себя не повели и думали бы больше, может быть, а по-другому бы повели бы. Но мы дали слово, мы видим, какая реальность. Мы выстраиваем приоритеты. Приоритет на сегодняшний день действительно свержение этой власти. Как можно свергнуть эту власть, если во второй тур выйдет Лупу и Дадон, о котором мы можем, опять же, тоже говорить, кто чем занимался. И тогда как мы будем свергать эту власть, а оба представителя, можно как угодно относиться к Санду и во многом вот то, что сказал господин Остале про нее, мы те же вопросы задавали и ей. Но мы имеем то, что мы имеем. Мы протестовали рядом с господином Дадоном в январе 2016 года, имея, опять же, его посложной список до 2009 года, когда поднималась империя Плохотнюка, он был министром экономики, его голос за Тимофти, очень странное поведение его фракции в день голосования правительства. И много-много, я не буду сейчас вдаваться в подробности, тем не менее, мы стояли рядом, поэтому мы имеем тех политиков, которых мы имеем рядом. И в этом отношении... Я вот в одном убеждена, что к этому решению господин Дадон имеет мало отношения. А в отношении того, что сказал господин Осталеб, я возьму на себя такую роль, вы меня поправьте, но мне кажется, что он имел в виду так, знаете, политики это у нас стая. И когда публично один из членов этой стаи признает, что другой может быть воржаком, вот видите, понимаете, понимаете, да? Я понимаю логику господина Осталеба. Мы 25 лет другого не видели. Мы видели именно так. Ты не должен признаваться, даже если ты дал слово, и после этого ты должен от этого слова, я хозяин своего слова, я дал, я забрал. Ну так. Нет, я такого не... Нет, у нас так жили. Я не говорю, что вы так говорите, я говорю, что так жили политики 25 лет. Речь идет о том, что господин Остас хочет поменять таким образом менталитет. Нет, господин Слусар, дайте мне пример в современной или не обязательно современной политике, когда лидер политической партии в какой-то момент признает публично, что есть более сильный политик, еще и не из своей партии, отходит в сторону для того, чтобы потом вернуться. Я могу дать такой недавний пример, потом там, конечно, но уже по другим причинам все плохо закончилось. Если вы помните, 2005 год, Тимошенко отошла в сторону, и был Ющенко. Нет, мы можем смеяться, вы просили бы... Нет, отличный пример, потому что я вам сказал, что у вас так же закончится. Насколько я знаю, Тимошенко сейчас сидит в парламенте, даже после тюремного заключения ее рейтинг достаточно высокий. Если мы уже говорим, где сейчас Ющенко, мы тоже видим. Не обязательно так должно заканчиваться. Этот пример очень неудачный. Ну, хорошо, мы сейчас можем придумать... Нет, вы не можете, потому что таких примеров нет. Нет, никаких примеров нет. Существуют такие примеры. Политические лидеры. Если у нас такого не было за 25 лет, это не значит, что... Господин Слуцар, я же специально сказал, не у нас, а в принципе не бывает в политике, потому что лидер это человек, который берет на себя ответственность за свою команду. Это свое слово. Он не может, он не может передавать это лидерство вот ради каких-то тактических временным успехов. Потому что это значит, что ты больше не лидер. Нет, потому что ты больше не лидер. Ты признаешь, и это объективно. Я не против, если господин Анастас этим шагом... Вот он вышел и сказал, я признаю, что я более слабый политик, но он так не думает. Он так не сказал. Он так и не думает. Он так не сказал и так и не думает. Что в этом плохого? А здесь отсутствие логики. Почему вы передаете... Как нет? Вы передаете парьму лидерства, человеку, про которого вы сами утверждаете, что вы не думаете, что он сильнее. А зачем вы это делаете? Мы делаем для того, потому что у нас не существует альтернативы. Мы расставляем приоритеты. Какой альтернативы? Идите дальше сами. В чем проблема? Тогда мы проснемся с кандидатом плохо-дикапа в Торонтуре. Надо бороться. Будем спать, да? Будем спать еще 25 лет. Я сказал, надо бороться, а не спать. Нет, подождите. Можно бороться, но я еще раз говорю. Есть существующая реальность. Вы, Валерий, говорите про ситуацию абсолютно такую, теоретически идеальную. Если бы у нас было нормальное государство, нормальная конкуренция, без того, что 85% принадлежит одному медиахолдингу, без того, что человек с 15% голосов в парламенте контролирует все, все институты, без огромных финансовых вливаний, которые его наделают, да, это нормально. Мы идем, и пусть победит сильнейший. Но когда ты точно знаешь, что напечатано миллион бюллетеней больше, ты точно знаешь этот механизм сувейка, когда люди идут и вбрасывают эти бюллетени заранее, и ты считаешь все эти расклады, ты понимаешь, что 2-3% он может приписать, и это даже не будет сильно заметно, и Запад это проглотит, и очень сомнительно, что он это сможет сделать с 10-15% ты должен выбирать. Да, ты вошел в этот партнерят, где один партнер все время говорит опросы, опросы, опросы. Да, это неправильно. Да, ты дошел до какого-то этапа, и у тебя выбор. Или ты идешь параллельно, и вся борьба, которая была полтора года на смарку, потому что выходит во второй тур представитель Плохотнюка, и там начнется опять это геополитическое ерзанье, непонятно какое, или ты все-таки сейчас с рисками, с тем, я признаю частично, что вы говорите, с огромными рисками, со всеми вариантами, но ты уступаешь ради того, чтобы его представитель не прошел во второй тур. Если он не проходит во второй тур, здесь начинается уже другая игра. Скажите, вы честно верите, что вот этот ваш ход хоть как-то поможет решению этой задачи? Если бы я не верил, я бы не голосовал бы за него. То есть вы пойдете на выборы с тем, чтобы Майя Санду, которая является не просто представителем интереса Запада, и не просто говорит об этом публично, только что, буквально 30 секунд назад, вы сказали, что вот все эти махинации Запад обязательно проглотит. Я правильно вас услышал? Если будет 2-3%, Запад, как правило, очень трудно, во-первых, их установить, во-вторых, 2-3% они на нас смотрят, как на восточную европейскую страну. Я вас прошу, я вас правильно понял, что вы считаете, что Запад бы это проглотил? 2-3% думаю, да. Майя Санду говорит, что она собирается, помимо моих подозрений, моей информации, которой я владею, она открыто говорит, что она является сторонником объединения Молдавии с Румынией, она полностью, значит, видит все решения проблем международного валютного фонда, Европейском Союзе, то есть полностью Запад. Вы не видите противоречия по кругу, что Запад готов, он 7 лет здесь признает весь этот бордель? Вы согласны с этим? Майя Санду, значит, является самым активным сторонником этого правительства. Одним, одной из самых активных, так? Дальше она собирается это продолжать, и она об этом говорит. Вы не видите противоречия между тем, против чего вы протестовали, из-за кого вы сейчас не просто отдали голос? Валерий, я хочу ваш вопрос еще сильнее усугубить, потому что сегодня появилось интервью у Влада Плохотнюка, где он высказывается о Майе Санду, говорит об Игоре Додоне. Я перед этим задала вам вопрос, почему вы так уверены, что Майе Санду будет ярым борцом с олигархическим режимом? Вот смотрите, что говорит Владимир Георгиевич. Майе Санду говорит правильные вещи, принятые в рамках избирательной кампании, безопасные для страны. Проблема в Додоне. Вот Додон опасный тип, поскольку является чрезмерно амбициозным и настойчивым в продвижении своих идей. Думаю, Майе Санду двигается в правильном направлении, говорит Плохотнюк. И говорит, что думает, хотя часто попадает в просаг, ее используют в чужой борьбе. По крайней мере, она мне кажется искренней. Я не видел, чтобы она продвигала идеи, которые могли бы навредить национальным интересам. Не знаю, что скажет Валерий, но я, прочитав это, подумала, не случайно ни от демократической партии баллотируется, Майе Санду. Вы посмотрите, здесь вообще вопрос шел о втором туре. Кого он поддержит? И заканчивает совершенно очевидно. Он говорит, ну, в любом случае, я буду голосовать за прозападного кандидата. Это как понимать? Мне сложно представить, что Лариса Анастасия... Я вам объясню. Он сейчас резко меняет тактику. Вы вспомните, что было еще несколько дней назад. Андрей Анастасия хочет рваться к власти. Он с любой ценой хочет добиться... Он хочет прийти к власти, чтобы вернуть беглых олигархов в ЦОП сюда. У него только свои узкие интересы. Он все равно не снимется с гонки. И тут произошел этот шок. Мы знаем информацию оттуда, от них, что там целый день стоял один мат со стороны Плохотнюка, потому что он не ожидал этого решения. Сейчас ему надо, конечно, как-то резко... Так, вот он поменял. Он также рассуждает примерно, как и вы. Что сделать так, чтобы электорат платформы, которые борются с... одной, чтобы он не проголосовал за Санду, тем более, что и так отношения между нами и Санду были непростыми. Он, выходя с этим интервью, начинает хвалить Майю Санду, понимая прекрасно, что, ага, раз ты проходил хвалить Майю Санду, все уцепятся за это и попытаются развить эту тему, чтобы электорат платформы не голосовал за Майю Санду. Я еще раз подчеркиваю, я не могу себя причислить к большим симпатизантам Майи Санду. Ей много вопросов я ей задавал, когда она была... Когда мы были на переговорах, очень много ей вопросов задавали наши члены, когда она была на совете. И по поводу того, как она была в правительстве, она ответила, объяснила свою позицию. Кому-то это понравилось, кому-то это не понравилось. Но в этой ситуации, я опять же говорю, вот мы говорим про политиков, опять же, с одной стороны, мы хотим поменять политическую парадигму за 25 лет, с другой стороны, мы пытаемся, опять же, оперировать в той реальности, какой есть. Майя Санду и Влад Плохотнюк. Потому что мы понимаем, что Лупу, идешь 2 метра и видишь, что это Плохотнюк, сквозь него можно смотреть. Мы это прекрасно понимаем. И мы смотрим, что делала Марьян Лупу все эти 7 лет. Он ни одного дня не был, когда не был власти. Мы сейчас не говорим о Лупе. Что делала Санду? Есть какие-то моменты, есть какие-то вопросы, есть стенограмма, где она... Голосовала единограмм. Голосовала, но хотя бы сопротивлялась. При том, что все остальные министры, включая нынешнего премьер-министра Филиппа, спокойно подняли руку и у них даже не вызывало сомнений, на что уходит. То есть вы не верите в то, что Майя Санду вот этот вот лестный комментарий... Что она идет от демократической партии? Нет, но я понимаю, что она идет от вас, господин Слуцарь. Мы уже это выяснили. Я думаю, что если бы господин Плохотнюк так хорошо относился к Майю Санду, то в 2015 году, после отставки Габурича, и когда Майя Санду хотела... ее выдвигали на премьер-министра, то мы помним, чем это закончилось. Я еще раз подчеркиваю, я не являюсь огромным, большим симпатизантом Майя Санду. Это понятно. Но то, что это неудобный человек для Плохотнюка... Другой вопрос, что Андрей Анастасий в три раза более неудобный для него. Я извиняюсь, а чем она неудобна? Ну, она неудобна хотя бы тем, что все-таки в своей позиции к Плохотнюку, когда она в 2015 году ее хотели назначить премьер-министром, она первые несколько условий поставила отставку Чинаа, отставку Драгуцана. То есть, у нее есть... Да, методы, я считаю, что методы слишком камеральные у нее. Но у нее есть определенное видение того, кто должен быть привлечен к ответственности за кражу миллиарда, что нужно делать с некоторыми институтами. У нас есть с ней разногласия, и они никуда не делись по поводу приоритетов. Она слишком много говорит про внешнюю политику, мы больше говорим про внутреннюю политику. И здесь этот миссаж нужно сейчас скоррелировать. В наших пяти приоритетах, которые мы ей дали, мы ей отправили, ничего не сказано про геополитику. Все говорится в основном про внутреннюю реформу. Еще раз повторяю, у нас есть внутренние разногласия с ней, у нас есть разные методы борьбы, но для меня четко, что она все-таки является неудобным соперником. Если она была очень неудобна для нас, мы очень рассчитываем, что она будет неудобным и для вот это ключевые слова. Я поняла, вы рассчитываете. И самое главное, Людмила, как бы... Мне просто неудобно, вы говорите гораздо больше. Нет, секундочку. Я просто должен больше снять позицию. Как бы не сложилось, как бы электорат не проголосовал, но я уверен, что из 15% нашего электората, который придет обязательно на выборы, ни одного голоса Марьян Лупу не получит. А это значит, что его шансы, даже если часть, даже если голоса распределятся неравномерно, шансы его попасть во второй тур без массивных фальсификаций равны нулю. А это для нас очень важно. А если Майосанду не пройдет во второй тур, вы будете считать, что вы ошиблись? Вы допустили роковую ошибку, уступив ей? Нет, я прошу вас прямо ответить. Давайте посмотрим, каким образом она не пройдет во второй тур. Она не доберет голосов. Если это будет с помощью массовых фальсификаций, то это будет уже вопрос другого характера. Понимаете, господин Слуцар, при всем уважении к вам, я абсолютно уверена в одной вещи, что с каким бы результатом, если проиграет Майосанду, она не выйдет во второй тур, вы все равно будете говорить об этих фальсификациях. Господин Сталин, будут говорить о том, что были фальсификации? Я, если честно... Нет, если можно, будут говорить, что были фальсификации? Конечно будут. Конечно будут. Понимаете, вот я бы хотела, чтобы вы на этот вопрос ответили. На какой? Будут ли фальсификации? Нет, я имею в виду, чтобы вы ответили, если Майосанду проиграет и не выйдет во второй тур. Я хочу знать, вы будете считать, что это была ваша ошибка поддержать ее? Людмил, если... Мы опять же будем иметь наблюдателей на всех участках. Я не про наблюдателей, я хочу понять. Вы пытаетесь черное-белое опять играть. Ну да, я сегодня так оделась даже. Специально, с намеком, да. Поэтому вы уж пожалуйста. Если выборы, мы будем очень внимательно следить. Мы знаем уже все методы. Будут наблюдатели, причем я думаю, что нам надо будет договариваться и с другими оппозиционными партиями о том, чтобы совместно мониторить эти выборы, а также с промо-лексом и другими международными наблюдателями. Если... Мы знаем уже, я еще раз говорю, мы знаем все эти методы. Если на выборах мы увидим, что идут фальсификации, так естественно мы о них заявим. А что, скажите мне, сейчас у нас больше предпосылок к фальсификациям или больше предпосылок к тому, что свободные выборы будут, учитывая, что миллион бюллетеней напечатан. Теперь я отвечаю, я понимаю, вы сейчас хотите, что я уходил от вопроса. Если же выборы вдруг пройдут честно, справедливо и мы увидим, что реально электорат, наш электорат, не проголосовал за Майю Санду, то мы тогда будем иметь два варианта. Или мы... Наверное, пойти извиниться перед своим электоратом. Подождите, или мы проанализируем и скажем, что мы ошиблись фундаментально, или что у нас, опять же, все будет зависеть от процента, или что у нас просто двух недель не хватило для того, чтобы более четко объяснить свою позицию. Но извиняться не будете. Нет, но в зависимости от результата. Понятно. Нам не трудно извиняться. Я возвращаю, я сказала конкретно за что. Вы будете видеть результат и вы будете понимать, поступили вы правильно и хватит ли вам мужества и смелости сказать, на самом деле, или как бы сказать... Я поняла. Я поняла. Спасибо. Поняла. Господин Сталип, возвращаю вас к той мысли, которую очень многие сегодня обсуждают. Будет ли Майя Санду так бороться с олигархическим режимом? Потому что есть такая точка зрения, что, вы знаете, как-то не очень. Я поясню, что я еще имею в виду, кроме интервью господина Плохотнюка. Вот смотрите. Власть сегодня настаивает на заключении соглашения с МВФ. Они говорят, что это для нас жизненно важно и бьются на самом деле. Вот я хочу представить такую ситуацию, чтобы потом кто-то, президент Санду, чтобы она высказалась против. Понимаете? Чтобы она вошла в такие длительные дискуссии, которые завершились бы большим скандалом. Она сказала, что власти неправильно, где-то будет скандал. Либо все-таки она будет сотрудничать с властью, потому что у нее в принципе взгляды-то прозападные, проамериканские. И мы знаем, как относятся Штаты и Запад относится к демократам. Я так и не понял, чем она неудобна сегодняшней власти. Ну, вам объяснял. Ну, я не понял. Я поэтому и говорю, потому что там не было ни одного аргумента. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что буквально полтора года назад Майя Санду согласилась быть кандидатом именно тех людей, против которых она сегодня собирается якобы бороться. То есть она была готова быть премьер-министром от этой власти, если кто не помнит. То есть ее не смущало. Господин Слуцарь был готов быть министром. У нее, возможно, в этом правительстве. В каком этом? Ну, который господин Астурзе, по-моему. Ну, мы просто, я вспоминаю, кто-то хотел быть премьером, кто-то министром. Возможно, у нее какая-то систематическая амнезия, что она то помнит, то не помнит. То есть для нее не было никакой проблемы в какой-то момент от этих же людей, от Марьяна Лопу, с его голосом и так далее, быть премьер-министром этой страны. И с этими же политиками. И на всякий случай напомню, что она хотела быть премьер-министром уже после известных событий всем нам. То есть она должна была быть премьер-министром после... Вы имеете в виду миллиард. Совершенно верно. Совершенно верно. Нет, я уточняю, чтобы люди поняли. То есть без обид. Либо она тупица, которая через полгода после произошедшего находясь... Не надо. Нет, это слово медицинское в том смысле. Она в правительстве, она, значит, полгода прошло после произошедшего, она знает, она не могла не знать, она участвовала, мы теперь видим. Так поэтому я использую это. Либо она не понимает, она не осознает. Да, так мне больше нравится. Да. Но это одно и то же. Просто я не знаю, почему вы считаете, что это оскорбительно. Это одно и то же. Я обязана реагировать хорошо. Вы обязаны реагировать. Защищать права всех. А я никого этим не оскорбляю. Я себе, я просто задаю себе вопрос. То есть человек, который это все видит, понимает, что произошло или не понимает. И тогда я себя спрашиваю то, о чем я спросил. Она была согласна быть премьер-министром после произошедшего с этими же людьми? Была. Значит, у нее не было проблемы. Проходит полгода после провала, то есть ее прокатили, а вернее использовали, это было очевидно. И она, так сказать, потому что осталась вообще без работы, потому что либералы ее кинули, отобрали у нее место работы. Она говорит, ну-ка, побуду я в оппозиции. Напишу-ка я пару факсов, которые новоиспеченная партия будет, которая протестует, будет читать со сцены. И читали, кстати. И читали. Да. Очень искренне и вызывая у меня, мягко говоря, удивление, с чего вдруг. После этого, значит, этот феномен искусственно надувается. И это тоже очевидно. И вряд ли, господин Слуцар, со мной сегодня не согласится, что, что в этом политическом деятеле, она чем нам запомнилась в виде политического лидера? Встречами с людьми, может быть. Ее знают в селах. У нее есть какая-то политическая программа, которая чем-то отличается от других. Чем она отличается от Лянг? Ну, чем? И вы, мощная партия уже, со своими процентами, электоратами, рассказываете, что, ну, она настаивала, это знаете, в детских фильмах, ну, пацаны сказали, я согласился. Вот она настаивала на опросах, и мы согласились. Если честно, со стороны это выглядит, ну, не очень убедительно. И мне просто, со стороны, я так с яростью отношусь, потому что Майя Санду это одна из тех, кто нанесла серьезнейший ущерб этому государству. И те, кто ее поддерживают сегодня, для меня такие же враги, как и она. Жестко, сказал господин Асталеп, вы, конечно, сейчас это будете комментировать, у нас остается 3 минуты, поэтому хотела бы поровну, да, как бы это время распределить, но вас хочу спросить об одной вещи. Я не знаю, если так вот у вас все это происходит, вот вы сейчас говорите, что при всех недостатках, ну, Майя Санду, Майя Санду, понимаю, почему вы не стали единой партией? Вы ведь ее звали в свое время? Звали. Я помню, на площади выходили и говорили, мы приглашаем Майю Санду там, а вот сейчас происходит то, что происходит. Вы как-то рассматриваете этот вариант? Мы этот вопрос задавали ей на совете, когда она там сказала. У нее было объяснение, что не все сторонники, кто выходили на протесты, хотели идти именно в партию, да, потому что уже начался этот леншаж медийный со стороны Плохотнюка, что за партией стоят цопы, что не знаю что, и поэтому вот они тоже были против, но решили выбрать ее как лидера. Я бы не хотел говорить на эту тему, опять же, наш союз носит сейчас тактический характер на президентский выбор. Мы, опять же, говоря о ней, то, что сказал господин Асталеп про 15-й год, я не могу не подчеркнуть, и я уже об этом сказал, что в 15-м году она соглашалась выдвинуться на функцию премьер-министра, поставив ряд условий об отставке ряда функционеров, и именно поэтому она не прошла. Она не поэтому не прошла? Ну, вам виднее. Я знаю то, что... Давайте сейчас у нас мало времени. Я видел то, что видел. Поэтому есть ситуация насчет врагов, ну, мне кажется, это громкое заявление. Для Молдовы на сегодняшний день врагом является нынешний режим. Этот режим главный враг, и он убивает страну. Если мы этим тактическим союзом со всеми рисками, со всеми проблемами приближаем момент освобождения страны и демонтаж этой системы, то я считаю, что мы поступили абсолютно правильно и, может быть, создадим очень хороший прецедент, которого не было за 25 лет. Я благодарю вас, господин Асталеп, и вам заключительное слово. Минутку где-то. Я, в принципе, все сказал, не буду повторяться, кроме того, что, господин Слуцарь, это если бы ваше решение было искренним, раз, если бы оно было логичным, два, и если бы искренне верили, не вы лично, а ваша партия, но это не искренне, вы не верите, и более того, вы не только не добьетесь того, о чем вы говорите, а вы уже все себя угробили, и не это самое страшное, а тех людей, кто вам доверился. Поживем увидим. Поживем увидим, да, это хорошие слова. Я благодарю вас за то, что вы принимали участие в этой программе. Мне кажется, мы очень подробно осветили это решение господина Анастаса. Ну, и заканчиваю я обычно тем, что подчеркиваю, в чем, собственно говоря, является дело принципа. Мне кажется, дело принципа, чтобы решения политиков, они действительно были искренними и от души, да, и чтобы они приводили в конечном, значит, счете, не разочаровывали, скорее, электорат. Время покажет. Здесь уже согласна с вами я. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова